Нельзя всем нравиться. И потом я люблю ловить хайп. Я всегда в топе. Это интервью посмотрит миллион людей. Я считаю, что я оракул в России. И я считаю, что я гуру моды. Все создатели моды геи. Детей у них нет, наследников нет. Мне помогали и дарили огромное количество богатых женщин. Свои Гуччи, свои Прадо, свои Шанель, свои Диоры. Я в восторге от их щедрости. Модный приговор, который я веду к счастью своему. Так долго и так успешно. Несмотря на то, что меня пытались не то, чтобы свергнуть, но заменить. На кого это? Нету лучше места, чем Россия. Вот это сегодняшняя ситуация. Но нам-то с вами, как мы это выяснили, это нравится? А им нет, поэтому они нас не будут пускать. Боже, спасибо. Какая она любопытная у вас, а? Привет! Молодец! Ну, нулевые вообще такая, мне кажется, была самая уродливая пора в истории. Нет, это, мне кажется, из-за вашего возраста. Вы молодая. Я поэтому сейчас стараюсь все эти баленсиаги, все это не носить, потому что, думаю, остромодный тренд, а со временем будет выглядеть странно. Поэтому я сейчас по классике, все больше по классике. Привет! Молодец! Вы знаете, часто моя ночь называется собачья жизнь. Знаете почему? Надо встать в три часа. Потому что в четыре за тобой приедет автомобиль, потому что ты в шесть часов вылетаешь, потому что в четыре до пяти ты ездишь до аэропорта, за час, несмотря на то, что я в бизнесе, час. И затем в шесть у меня вылет. И затем я досыпаю там, шумел как мышь, дальше завтрак, что-нибудь. И это типичная моя жизнь. Называется она собачья. Но у меня есть собачка, черный мопс. И он разделяет мою жизнь. Но смотрит на меня, как на сумасшедшего. Когда он видит чемодан, что его опять собираю, что туда какие-то носочки, какие-то ботиночки кладу, костюмчики. Зачем? Он уходит в сторону. Так вертит мне свои лапы у виска. Говорит, что у тебя за шило в одном месте, в твоем кардашьяне находится? А я все лечу и лечу. Сдаю новый материал, сдаю новую книгу, сдаю новый фильм. И, конечно, съемки модного приговора это все-таки ежедневная программа. Я надеюсь, что они будут длиться еще лет 20. Мне кажется, будут. Знаете, огромное количество женщин хотят переодеться. И поэтому я сделал вот интернет-проект. Очень хороший. Формулу моды. Очень много у меня, несколько сотен. Там женщин записано. Им хочется, всем хочется переодеться. И из-за чего, я объясняю, из-за чего? Из-за того, что мало мужчин. Почему француженка никогда не переодевается? Не знаете почему? Потому что за нее охота всегда. В скандинавских странах так там вообще... Да, понимаете. Женщина в дефиците. Понимаете, да? Почему любая русская сиделка в возрасте 60 лет, или украинская, или молдавская, которая приезжает в Испанию ухаживать за пожилым стариком, выходит за него замуж. В 65 лет. И остается наследницей дома. Сколько таких случаев? Не знали? Нет. Без конца. В Сицилию куда-то. Ну, правда, надо помыть старичка. И покормить его из соски. Подгузник поменять. Но зато им все остается. А как этому садовнику по Эвсен-Лорану все досталось? Вот это вообще уникальная история. Надо знать, кому садовникам идти. Ну да, они же, как вы говорите, у геев, у них нет детей, нет никому наследовать. А кому передавать? Племянники там какие-то. А если племянник не очень-то? Ну, тоже верно, да. Поэтому, ну да, как садовнику повезло, всем бы так. Я садовником родился, не на шутку. Рассердился. Все цветы мне надоели, кроме... Александр, мы с вами познакомились в 2009 году. Матвей. 12 лет назад. Мы с вами делали интервью, где вы выступали как футуролог моды. Не как историк, а как футуролог. Сбылось? Все сбылось. О том и речь. Почему я к этому интервью хочу обратиться? Многие пишут о том, что то, что я предсказываю, сбывается. Сначала не верят, глаза выпячивают и говорят, так не может быть, так не будет. Потом все это, конечно. Вы сказали, что грядет эпоха матриархата. Но тогда слово феминизм, оно было практически ругательным. Женщины хотели быть роскошными. Мода была такая гиперсексуальная. Да, это была эпоха порно-шика. Вы предсказываете эпоху матриархата. Говорите о том, что будет закат Европы и грядет азиатско-африканский стиль. Это будет такой глобальный тренд. Тогда никто даже не предполагал, что случится вся эта история с Black Lives Matter. Вы тогда это связали с президентством Обамы. В итоге мы сейчас переживаем Black Lives Matter, феминизм и все, что... Мало того, нельзя даже поставить фильм сейчас, если там не будет процент афроамериканцев. Нельзя поставить оперу или балет, во всяком случае, в США, если там не будет. Анна Булейн теперь поется, африканка, и в фильме тоже. Это сегодня реальность, и она продлится какое-то время. Вы помните, как полицейские в США целовали песок, по которым ты ходила, да? Я готова целовать песок, по которым ты ходила. Вот это тот же самый случай. Но это реальность нашего мира, и мир уже никогда не будет прежним. Мой прогноз на сегодняшний день пандемия не утихнет до 2025 года. Россия будет переживать пир во время чумы, праздники, вечеринки, и радости. Но за это нас никуда не пустят, потому что они считают нас главными разносчиками. Зараза из-за того, что мы не носим упор на маски теперь почти нигде, и позволяем себе набивать, особенно спортивные стадионы. Сейчас же будет чемпионат по футболу. Я не в спорте, я не в спорте, но слежу, где все билеты проданы, можно уже собирать большие залы певцам, активизировалась ночная жизнь, справляются вечеринки, настолько гламурные, что даже Алла Борисовна Пугачева их с удовольствием посещает, одно за другой. И это говорит о том, что нам это будет стоить по двойному тарифу. Они будут на Западе нам мстить сначала за Крым, потом за одного блогера, которому потравили трусики, затем за события в других странах, будь то Белоруссия или Украина, и в-третьих, за то, что мы теперь ведем очень роскошный образ жизни. Но я лично за роскошный образ жизни. Я тоже. Я очень благодарю Господа, что я в настоящий момент моей карьеры нахожусь в России, а не где-то еще, потому что я смотрю на всех моих коллег в Лондоне, Париже, в Нью-Йорке, в Праге, даже в Риге и в Литве они не могут выходить. У них нету спектаклей, у них нету выставок, у них нету концертов, у них все под запретом, рестораны закрыты, а здесь просто праздник какой-то. Цыгане с медведями, все что угодно, или медведи с цыганами. Это просто удивительно. Наверное, это правильное решение. Я не знаю, как это на болезни отразится, потому что все равно болезнь-то никуда не ушла. Не может пойти на спад, она может замениться чем-то другим. Может быть, уколы подействовали, я имею в виду вакцинация, но у нас в России сейчас очень праздничная атмосфера. А не кажется ли вам, что мы просто не можем поверить в то, что наша система здравоохранения вдруг оказалась лучшей в мире? Нам просто в голову не приходило, что такое может быть, но практика показывает, что, скорее всего, так и есть. А может быть, так и есть. Она была основана на очень сильной советской системе здравоохранения. Я допускаю, что так может быть, но не будучи врачом и не имея медицинского образования, я просто не тот человек, который может об этом что-то сказать. Хотя сам я переболел и довольно тяжело. К вопросу о разнице лайфстайла нынешнего, постковидного в Европе, Америке, во всем мире и у нас. Я в январе была в Нью-Йорке. Конечно, они устали. Это видно по всему. Я мечтала уже прилететь в Россию, целовать эту плитку, которую перекладывают у нас каждый месяц. Потому что, конечно же, Москва сейчас единственный город мира, где есть жизнь. Мы вне зависимости от нашего желания станем центром европейской эмиграции. Я думаю, что к нам приедут французы, к нам приедут англичане, к нам приедут немцы. Вы же наверняка в коммунарке лежали, вы не платили за это. Нет. Это было бесплатно. Да. И в голове среднестатистического американца и европейца не укладывается, что можно бесплатно провакцинироваться, можно бесплатно вылечиться в больнице в целом в хороших условиях. Коммунарка, говорят, я... Шикарные условия. Это были шикарные условия. Это просто удивительно. Вот если бы я знал, что я попаду в моем возрасте в такое место, и скажу, что нет лучше места, чем Россия, вот это сегодняшняя ситуация. Так было не всегда. Но когда я вижу, как сегодня у нас работает система доставки, питание, такси, как дешево это стоит, как у нас обстоятельства с билетами, какие они дико дешевые. Я просто часто летаю в Калининград, у меня есть дом на берегу Балтийского моря. Как это прекрасно и многочасно в день. Это, конечно, огромные плюсы. Не все это понимают. Казалось бы, что сложного в том, чтобы повесить самостоятельно на стену телевизор? Я погуглила всякие туториалы и решила избежать кривых дыр в стене и ситуации, когда этот самый телек рухнул бы на пол. Часто бывают случаи, когда правило «если что-то хочешь сделать, хорошо сделай это сам» не работает. Поэтому решила найти специалиста на профи. Профи – это сервис, который помогает людям находить специалистов практически на все случаи жизни. Помощников по дому, клинеров, мастеров красоты и фрилансеров или репетиторов для вашего ребенка. Все очень просто. Открываете приложение, описываете свою задачу, отвечаете на несколько уточняющих вопросов, указываете дату и время. Выбор специалиста вы осуществляете с помощью просмотра анкеты и отзывов. А дальше самое интересное. Вы сами можете назначить комфортный вам ценовой диапазон. Да-да, именно так. Не бойтесь делегировать задачи другим людям, особенно, если они это сделают лучше. Вы всегда сможете найти нужного вам специалиста практически из любой области на профи. А если вы сами являетесь специалистом и хотите получать больше классных клиентов, то регистрируйтесь в сервисе как профи и удобно получаете новые заказы в одном месте. Ссылки на приложение в описании этого выпуска. Рассказать кому-то, что частный коллекционер, как я, да, президент фонда, да, фонда огромного, во время пандемии в одной взятой стране, да, огромной, самой большой в мире России, может иметь столько выставок? Боже, спасибо. Но в свое время вы как раз по этой самой причине, что наша страна не была лучшим местом в мире для проживания, вы эмигрировали во Францию, вы много раз рассказывали эту историю, у вас был фиктивный брак с француженкой, который помог вам там оказаться. Но брак, который был, как бы сказать, задействован. Мы жили в одной квартире, спали в одной кровати. А даже так? Да, другое дело, что, может быть, я не испытывал чувств, но потом, я позднее поумел и понял, что брак, любовь и секс это три разных человека. Вы никогда с этим не сталкивались? Я как старалась всегда примирить это все. Если это у вас совпадает хотя бы в двух позициях, например, брак и секс, будьте счастливы, или если у вас где-то совпадает любовь и секс, тоже прекрасно. А сколько браков, где нет никакой близости, вы об этом никогда не думали? Вы, я насколько знаю, не любите стиль хай-тек и минимализм в интерьере? Я предпочитаю хай-тек. Это какое-то такое? Не хай-тек будет. Не хай-тек будет? Не хай-тек. Но вам нравится вот прям классика, чтобы это было классический интерьер. Ну, что значит классика? Я люблю только старинные вещи. Я просто не пользуюсь современными вещами. Меня нету... У меня много домов. Я горделиво говорю, что у меня шесть домов и квартир. Но я в разных странах причем. Но я никогда не буду обставлять ничем современным. У меня музыкальная гостиная, зеленая гостиная, кабинет, столовая, гостевая спальня, константинопольская комната. Разные. Что у вас находится в константинопольской комнате? У меня старинная османская мебель. Я очень люблю Константинополь. Много лет прожил там. Счастье мое, что я знаю мир лучше, чем многие люди из-за того, что я жил в мою бытность. Когда я жил только в Париже, я все время путешествовал. Тоже заработка ради и творчество ради. Толго жил в Гонконге, в Японии, в Сиднее, в Сантьяго, в Чили. Ну, кто это еще может вам сказать? Константинополь. В Анкаре сколько лет? Во Флоренции, в Венеции, ну, просто есть Лондон сколько работал, в Рикявике сколько работал. Мне повезло вот именно из-за этих путешествий узнать мир, языки, культуру и поставить ради меня на определенный уровень. Ну, вот если дома интерьер типа такого от пола до потолка, я бы тут не жил. Тяжело, как в студии. Я бы не жил, но я обожаю, что такие студии есть. Мне очень нравится Москва и из-за этих культурных возможностей съемок, кабинетов, бесконечные лофты. Оказавшись в Париже, как раз вот попали вот в эту ситуацию рестораны, бутики, культурная составляющая. Тогда же все было в иллюминациях в Париже. Это сейчас Москва вся в иллюминации, все в подсветке. Это один из самых подсвеченных городов в мире, когда вы едете мимо Кремля, мимо храма Христа Спасителя, мимо мостов. У нас все в огнях, дешевая электроэнергия, понимаете? Много денег. И Париж был такой, светилась Эйфелева башня, светились площади, светились бульвары. Я был поражен, а я выехал из очень темной Москвы, где фонари были каждые приблизительно сто метров, тусклым светом, не горела ни одна витрина, не было ни одной подсветки. Это была другая эпоха. Было темно, плохо пахло, не было кафе, было очень трудно одеться, если это не черный рынок и не фарцовщики или не самострог. И действительно был плохой транспорт общественный, например. По часу на морозе заждали автобуса, а такси вообще никто тогда не говорил, хотя они существовали. И потом они вдруг шли втроем один за другим, и я спрашивала, а почему вы вдруг втроем? Да домино закончили играть. Не понимаешь, что ли? Это была реальность такая. Действительность. Метро хорошо работало, мы все передвигались на метро. Было очень тепло в метро. Потому что было холодно часто. В метро мы очень любили зимой покататься, погреться. Вы как эстет, аристократ. Да. Вам наверняка действительно вся вот эта вот советская реальность, она для вас была гнетущей. Не скажите, потому что в это время в Москве жило очень много дворянских семей. Еще были семьи реальных москвичей, настоящих москвичей, у которых были дореволюционные родственники, близкие, у которых были, правда, коммунальные квартиры, но обставленные сплошь старинной мебелью, не купленной в антикварном магазине, как сейчас, не отреставрированные сейчас, а та, которая принадлежала их мамам, бабушкам, прабабушкам, прадедушкам. Я видел дома с фамильными портретами, это сейчас я не вижу. Одна из причин, почему вы вернулись, вы говорили в одном из интервью, что это великое счастье говорить на родном языке. Это первое. Во-вторых, главная причина, почему я вернулся, потому что меня скончала здесь мама. Я приехал в последние дни ее жизни. И, во-первых, я находился в трауре, я еще раз могу повторить, и, во-вторых, я входил в наследство. Вы знаете, что это такое входить в наследство? Вас Бог миловал? Да, пока. Ну, это от полугода до года бумажные волокиты. И как только я сюда приехал и находясь в трауре, мне сразу предложили работу. Мне сказали, вот пока вы сидите здесь в Москве, давайте мы вам предложим. Мне предложили сначала декор интерьеров. Я сразу стал немножечко подрабатывать, потому что всегда, всегда было необходимо и были большие траты, не скрою, в это время. Затем мне предложили на канале «Культура» продолжать вести программы, потому что они у меня были еще и в 2000-е годы очень успешные. И я начал сразу мою выездную школу. Это то, что меня кормило до пандемии очень хорошо. Я вывозил состоятельных в основном женщин во Францию, в Италию, в Великобританию, в Испанию, в Португалию, в Марокко. И в основном это были, конечно, путешествия, посвященные моде, стилю, интерьеру. И у меня училось 2500 человек. Это было увлекательно, было прибыльно, не скрою, и это было очень свободно душе, потому что я все время видел картинку другую, когда я с ними улетал в Чили или в Аргентину, когда я с ними улетал в Ирландию, когда я с ними улетал в Копенгаген. Это было всегда очень красиво, которая, естественно, как у всех во время пандемии прервалась из-за невозможности полета. И в этот как раз момент этих путешествий мне позвонили с Первого канала и сказали, пожалуйста, у нас ЧП, Вячеслав Михайлович Зайцев тяжело заболел, у него были сердечные проблемы, физические сердечные, а не моральные, и ему надо было обязательно замену. И я вступил 12 лет назад в модный приговор, который я веду к счастью своему так долго и так успешно. Моя дорогая, это не игра. Мы сейчас вас чуть-чуть задрапируем. Треугольником сделаем. Треугольничком, вот так, чтобы ничего этого не было видно. Боже ты мой. Моя милая, милая бандерша атаманша. Несмотря на то, что меня пытались не то, чтобы свергнуть, но заменить. На кого это? Ну, как были у нас Андрей Бартенев, у нас был Валентин Юдашкин, у нас был Цоскоридзе вас заменял. Цоскоридзе два дня. Разные были, Дибров, были истории. Про модный приговор. Вы не раз говорили о том, что в другой реальности, если бы не было модного приговора, вы бы с этим социальным слоем населения никогда бы не пересеклись. Как я мог бы с ними пересечься? Потому что модный приговор тем мне интересен, что приезжают женщины из таких интересных мест обитания, глубинок назовем, и таких интересных профессий, которые я лично никогда не встречался. И многие говорят, у Васильев сноб, что он не знал ни одну доярку. Нет, дворянок знал, а вот доярок не знал. Например, я познакомился с ассоциализатором зоопарка. Женщина. Это мне произвело впечатление, я все время ее привожу в пример. Понимаете, женщиной, которая толкала поезд. то есть силач, которая на рельсах одна может сдвинуть паровоз. Где вы могли встретить такого человека? Мне кажется, где-то могли бы, но просто ситуация подходящая, вам же набирает интересных типажей. У вас же редакторы ищут интересные. Но это было интересно. Представляете, привести актрису известную, это же не так интересно ее переодевать. Это у нас всегда были, по-моему, все известные актрисы, в основном как независимый эксперт. Я имею ввиду как героиню. Героиню обычно переодевают возрастных актрис, которые в конце карьеры хотят обновить и встряхнуть свой гардероб. И мы переодевали очень, например, Ларису Лужину, я помню, прекрасно, красавицу, 60-х годов мы ее переодевали. Социально я благодаря этой программе расширил свой диапазон, свой спектр интереса. Первое. Второе, что я сделал, я смог написать книгу «Формула моды», которая стала сейчас бестселлером, я ее выпустил только три месяца, мы уже на третьем тираже. До модного приговора, но вы же разницу почувствовали в медийности? А, безусловно. Я тоже был популярен и до модного приговора, вы же со мной встречались, и даже меня приглашали. Я был популярен, но быть популярным в узких кругах и быть популярным в широких массах, это большие разницы. Вот, когда вас упрекают в том, что вы в сно... Сразу, извините, что я вас так прерываю, нельзя всем нравиться. Это бессмысленно. Всегда найдется кто-то, особенно какая-нибудь лежебока на диване, 3Т, тапочки, телевизор, или чего-то недостигший человек, которому кажется, что-то у Васильева все, а у меня что-то не все. Надо бы его где-то ковырнуть. Я раньше очень обращал на это внимание, это меня даже трогало. Я даже седины себе в бороду добавил, вот именно из-за этих переживаний. А сейчас мне абсолютно все равно. Сейчас хейтеры Вас не беспокоят? Их почти что нету. Хейтеры, которые были у меня, они погибли во время пандемии. Я Вам расскажу, почему. Во время пандемии пропала работа. И очень часто хейтеры, у которых было время вообще сидеть в интернете, стучать по клавишам, будь то с длинным маникюром или с короткими ногтями, они должны были чем-то зарабатывать. Не этим хейтом, но убирать квартиры, сидеть с ребенком, работать в Макдональдсе. И он у них прервался. И им пришлось к себе домой по деревням разъехаться. И там уже плохая интернет-связь, нарушена связь с центром с 17 мгновением весны. Уже им нету социальной среды, которая им позволяет собирать сплетни. Для меня важно, чтобы то, что меня окружало, соответствовало моему представлению о стиле. Обычно я выбираю бренды со схожей философией, той, которая идеально вписывается в мой стиль жизни. Поэтому, как только я увидела квартиру мечты в том месте, где давно хотела жить, я сразу записалась на визит в офис продаж Level Group, чтобы познакомиться с ней поближе. Это жилой комплекс бизнес-класса Level Причальный. Он находится недалеко от Москва-Сити, на первой береговой линии Москвы-реки. То есть не просто жилой комплекс, а идеально вписанный в ландшафт город и проект. Здесь все соответствует моему вкусу. Level Group убеждены, что жизнь должна быть комфортной и эстетичной, а дом должен стать источником постоянных положительных эмоций. Вот тут, например, посмотрите, квартира с террасами, с видом на реку и Москва-Сити. Только представьте себе, в центре города летом вы на своей террасе делаете коктейльную вечеринку для гостей. Сейчас я покажу вам приглянувшийся мне вариант. Вот она, эта квартира. Здесь просто огромная кухня-гостиная, больше 40 квадратных метров, с угловым панорамным окном, значит, будет много света, воздуха. Идеальная гостиная для семейных вечеров и встреч с друзьями. Что для меня важно, в квартире есть мастер-спальня со специальной отдельной ванной комнатой, и при этом в ванной есть окно. И, конечно, вид из квартиры открывается потрясающе. Я ценю проекты про вдохновение, про настоящий класс во всем. В Левел Причальный невероятные виды на реку и Москва-Сити, на здании МГУ, Высоткино-Смоленской и Кудринской площадях. Я ценю возможности для выбора. Здесь 80 вариантов планировок, в том числе редкие форматы. Три варианта отделки, включая дизайнерскую в двух стилях, классика, модерн, черновую и уайтбокс. Левел Причальный это идеальное сочетание ворк-лайф-баланса в жизни. Набережная прямо перед домом. 7 минут пешком до метро Шелепиха и 15 минут на велосипеде до крупных парков. Жилой комплекс Левел Причальный это не просто про комфорт, но и про стиль, который я так ценю во всем. Если вам тоже важна эстетика и функциональность, посмотрите варианты квартир со скидкой по промокоду СТРЕЛЕЦ. Скидка действует до конца июня. Ссылка в описании. Вы иногда своими высказываниями у вас случаются иногда даже эпатажные. Вы однажды сказали богатые женщины мне более интересны, они лучше одеваются, у них лучше вкус. И вообще они... Прелесть. И я и повторю, конечно, они мои кормилицы. И я никогда это им не скрывал. Может быть, в этом моя честность. Естественно, естественно, я очень хорошо смог собрать свою коллекцию именно благодаря тому, что мне помогали и дарили огромное количество богатых женщин. Свои Гуччи, свои Прадо, свои Шанель, свои Диоры. И я в восторге от их щедрости. Потому что у меня бывали случаи, когда привозили чемоданами Луи Виттоне и Шанели, для них вышедшие из употребления. Больше всего, я даже могу вам сказать, больше всего подарила Сатя Спивакова, Надежда Бабкина, дальше телеведущая Первого канала Андреева. Катя, которая... Катя. Все ее Катей называют, потому что она нескоряющая. Она привела, передала, может быть, два чемодана Шанели и других ценных вещей. У меня есть в России несколько потрясающих добрых, широких душою женщин, которые мне подарили очень большие коллекции, которые я постоянно показываю на выставках, потом, конечно, очень многие кинозвезды, но в основном после их ухода. Если говорить о живых, то вот Наталья Фатеева больше всех подарила, 17, по-моему, платьев, 60-х, 70-х годов. То есть вы сторонник все-таки идеи, что бытие определяет сознание? А да, и я сторонник идеи того, что когда-то в России это будет музей моды, потому что номинальный то он есть в Москве, даже больная тема, боюсь говорить про это. Сан-Федоровой? Да, он же, здание существует, но выставки... А что там происходит? Там же нет каких-то выставок. Во, все, вы уже ответили. Спасибо вам, вы меня лишили необходимости мусолить эту тему. Там нет выставок. Но там музыкальные вечера, потому что она красиво поет, имейте в виду. Она оперную сейчас проходит подготовку. Просто это на мой взгляд не совсем профильно. Я считаю, что можно и хорошо петь, можно йогой заниматься, можно много чего делать, но есть профильное задание. Музей моды это музей, который должен собирать исторический, не современный, потому что это не галерея моды, исторически делать тематические выставки, актуальные в этот момент. Вот я бы, например, сейчас бы делал моды и пандемия. Вот я бы и рассказал бы, как в разные века мода отвечала на пандемию. В средние века, в эпоху испанки, в 1918 году, сейчас, в эпоху японского гриппа. Это было бы интересно, на мой взгляд. А как вам кажется, в России, в стране, которая, ну, которая после 1917 года сложные с модой были взаимоотношения, и сейчас сложные, насколько этот музей будет востребован? А очень, потому что вот все выставки, которые я лично делаю, они привлекают огромное количество людей. Расскажу, почему. Я часто в интервью повторяю одно и то же. Мне говорит, Васильев бубнит, одно и то же. Но статистка такова, мужчин у нас на 11 миллионов меньше, чем женщин. И между женщинами большая конкуренция. И женщины чувствуют недосдачу в области люкса, моды, красоты. Когда они смотрят на старинные платья, мне говорят, мы даже не знали, что так можно одеваться. Ой, такие у них были маленькие ножки. У меня очень много волонтеров, причем очень много русских волонтеров, которые живут в Англии, во Франции, в Германии. Это жены, скучающие во время брака с иностранцем. Знаете, такой типаж? Да, да. Которые хорошо вышли замуж и уехали в небольшой городок. Муж им позволяет жить и не работать, но чем бы заняться ради души. Вот есть кто, Васильев. Давайте для него найдем биографию немецкого художника, чья картина у него в коллекции, он биографию не нашел. И они очень любезно мне присылают эти информации. И я очень благодарен моим волонтерам за то, что они мне просто помогают жить. Я хочу при жизни сделать музей, чтобы это все-таки оставить. И я, к счастью, веду очень успешные переговоры в Москве. И я уверен, что это когда-то состоится. Я вообще очень старинный. Вы заметили? Нет, не заметила. Вы с этим, господи, с Моргенштерном натанцуете. Какой же выставок. Да, он прелесть. Первый канал решил омолодить сразу два проекта, аудиторию более молодую. Естественно. Моргенштерн, как к нему не относись, он сейчас номер один. Да, он очень популярен. Но это мой сын, поэтому это не удивляет. Это, кстати, шутка Гузеевой. А сейчас это разлетелось. Я сегодня перед интервью ребятам рассказывала. Говорю, вы видели, как они похожи? Вы очень похожи на Александра Васильева, который тоже ведет культовую программу на Первом канале «Модный переговор». Вы с ним похожи. Вот это челюсть квадратная, разрез глаз. Посмотрите, ну это же просто как не бывает. Эти скулы, это вот овал лица. Я был как раз за 9 месяцев до его рождения в Уфе, и все срослось. Это сумасшедшая ночь, это Зульфия в нетрезвом виде. Кстати, какие у вас впечатления от этой съемки с Моргенштерн? Я сказал, что я думаю, что он маугли, что если бы у него была отцовская опека и надзор, он вырос бы, может быть, нормальным мальчиком. Хотели красиво и хорошо жить. Просто, например, когда я была совсем юной барышней, было неприлично об этом говорить. Но у него было плохое воспитание, меня не было рядом, я виноват. Но он не умеет себя вести ни за столом, ни с людьми. Постоянно причесывается? Причесывается и ест очень неаккуратно, капли, все хватает руками, и он все время матерится, все время, видимо, у него какая-то неудача с девушками, он все время на «ты» спрашивает, что-то такое, а ты девственница, а ты не девственница. А ему-то зачем это знать? Про вот эту историю с переодеванием в модном приговоре доярок и людей того социального класса, с кем вы никогда раньше не пересекались. А теперь вообще я с ними дружу, они мне огурцы приносят, творожок, пирожки. Я получил столько подарков от них. Как вам кажется, вот вы их переодели. Будут ли они так ходить? Понятия не имею. Ну, скорее всего, у нас нету дрона, который будет летать над их домом и смотреть, как Мария Ивановна выходит в наши юбки или в чужой. Есть национальная какой-то вот ДНК. У итальянцев, французов, у них это насмотренность, у них, возможно, это даже генетическая какая-то история. Вот, например, ну, на примере той же Грузии, которая сейчас так выстрелила. Вот и Дэвид Кома, Гвассалия и так далее. Ну, то есть, и вообще грузинская неделя моды, она сейчас котируется, это считается одна. У меня, конечно, свое объяснение. Ни Италия, ни Франция, ни Грузия никогда не погубили свою аристократию. Носители высокого вкуса. Мы ее уничтожили. И имеем, что имеем. Нет, ну, строго говоря, неправильно же. Вы не согласны со мной? Я согласна, но отчасти, потому что Россия не единственная страна, где есть проблемы с модой на глобальной, на уровне национальном, так скажем. Мексика, Бразилия, да хоть в Венгрию даже поехать. Европа тоже разная. Есть четыре модные столицы. Париж, Милан, Лондон, Нью-Йорк. Если бы вы сегодня называли главного дизайнера нашего времени... Это главная надежда. Ирис Ван Херпен, это дизайнер, который показывается на Парижской неделе моды, которая, на мой взгляд, сегодня сделала потрясающий прорыв. Это дизайн, превращающий человека в медузу, в мотылька, в цветок. На меня это произвело такое впечатление, что в моих глазах померкли многие другие. Люди в ее одежде выглядят инопланетянами. Люди в одежде Демна Гвасали выглядят как гопники, а люди в одежде Александра Микеля выглядят как люди непонятного пола. Да, абсолютно. Гендер размылся. Но он будет размываться еще больше. Вас удивляет, что мужчины теперь с лаком ходят? Я нет, я к ним не принадлежу. Но сейчас модно носить цветной лак мужчинам. Вы знаете, сейчас очень стал популярен мужчина, кстати, гетеросексуальный, который на каблуках ходит. Я видел, но я согласен с вами, что Демна Гвасалия вероятно дизайнер этого десятилетия. А как вам кажется, почему так запад, ладно мы, нам это близко, это гопничество 90-х, мы понимаем. Они это никогда не видели. Им было интересно посмотреть. Они не видели гопников в 90-е годы. У них не было этого. Голливуд-то с таким, с такой страстью принялся. Им оказалось это интересно, это оригинально им показалось. Они не жили в эту эпоху. Главные вехи в истории моды. Начало 20-го века. Главные вехи этого времени, это, конечно, изобретение рентгеновского аппарата. Изобретение рентгеновского, которое помогло сфотографировать женщину в корсете и узнать, насколько тяжело было носить его в отношении внутренних органов, где находилась печень и селезенка, сжатые в корсете. И все началось, конечно, не от решения дизайнера, а от медицинского изобретения, которое, конечно, вызвало гнев феминисток, очень ранний гнев феминисток, и желание изменить. Затем, после поля Пуарея, его снятия жесткого корсета, замены его на грацию с резиновыми вставками, это начало русских сезонов Дягилева, и приход цвета после неврастеничных цветов модерна, бежевого, голубоватого, розового, сероватого, дымчатого, взрыв оранжевого танго, ярко-зеленого, изумрудного, все эти цвета вбегают в моду нового силуэта с завышенной талией и порождают интерес к востоку, ориентализм, главное направление 13-го года, и все бы развивалось дальше, если бы не Первая мировая война. В 11-м году полю Пуарея удалось показать свои модели в России, побывать на Блошином рынке в Москве, это очень важная дата, потому что это был первый французский показ моды в 20-м веке у нас в стране от известного дизайнера, и начало интереса к русскому стилю в моде было положено именно полем Пуаре, который создал свою коллекцию Казань. Война 14-го года обездолила женщин и лишила их поддержки мужчин, мужья, любовники, братья, отцы на фронте, и женщина начинает свой тернистый путь тягловой лошади. Она должна укоротить свое платье, потому что она не может пользоваться экипажем и личным автомобилем, она ездит на трамвае, и публичный транспорт дает знать о себе. Укороченные платья это символ войны 14-го, 18-го года, а затем освобождение, приход, собственно говоря, мужчин или то, что осталось от этих мужчин с фронта и борьба женщин за мужское внимание, раздевание. Вся мода 20-х годов направлена на соблазн. И не забывайте, когда вы 4 года войны ничего не едите, у вас нету комплекса полного тела, потому что все женщины в это время были очень костлявыми, очень худощавыми, поэтому мода 20-х годов это мода эпохи гарсон. И, конечно, прибытие русской эмиграции, начиная с 19-го года, массовое вливание стиля а-ля-русс в моду, не только у Пуаре, у Пакена, но и у Ворта, но и у Люсьена Лелонга, и у Шанель, конечно, и у множества других дизайнеров, просто в 20-е годы Шанель не была таким значимым дизайнером, которого сделали в 60-е, но это неважно. Крах 29-го года, разрушение финансовой системы, выживают только дома спортивного направления, и только после 35-го года возвращение люкса, как выраженное в мехах и в гламуре, гламур нам пришел из Голливуда, и коллапс Европы в 39-м году, начинается Вторая мировая война, милитаризация общества, подкладные плечи, платформы из-за бомбардировок всех дорог и необходимостью носить удобную обувь, которая не промокает успех укороченных платьев, потому что чем меньше мужчин, тем ближе женщина к раздеванию. приход Бальмена в 46-м, Диора с Нью-Луком в 47-м, эпоха тонких талий. Я хотела два слова, чтобы было более понятно, какую революцию совершил Диор. Он, по сути, возвращает этот самый корсет. Он возвращает корсет, но он дарит женщинам женственность после стиля военного, потому что вы одеты так, как одевались во время войны. Диора надевалась. Да, во время войны. Широкие брюки, широкие плечи. Вы не обращайте внимания на мою женственность, я могу быть строгой, если надо. И это действительно его революция, и ткани, которые наполнены цветами, вышивки, которые наполнены кружевом, все то, что говорит о женственности. Смерть Диора в 57-м, приход трапециевидного силуэта в 58-м году от Ивсилорана, это уже начало моды 60-х. Вот 60-х, он очень богатый был десятилетие. Хиппи все это убили. Жаклин Кеннеди стала главной иконой стиля. Относительно все. Можно так сказать, что Марлен Дитрих, а можно сказать, что Грета Гарба, можно сказать, что Мерлин Монро. Это уж так посмотреть. Для кого-то Жаклин Кеннеди... В 30-е была Марлен Дитрих, в 40-е, наверное, Кэтрин Хэбберн, в 50-е Мерлин Монро, в 60-е уже была Жаклин Кеннеди. Да, от Жаклин Кеннеди, да. И, соответственно, возвращение Шанель в 54-м году, возвращение ее костюма, Леди Лайк, который так прекрасно этот стиль промоутировала Жаклин Кеннеди, мини от Мэри Куант, металлические платья от Паку Рабан, это революция после полета в 63-м году Валентины Терешковой в космос, и все было очень хорошо и очень футуристически развивалось, если бы не проклятые хиппи. Make love, not war и Flower Power все это приводит к тому, что никто не хочет футуризма, никто не хочет другой планеты, все хотят мира, любви здесь, на Земле, а не на Марсе, где будут яблони цвести. Это приводит к успеху цветочных мотивов, к доним джинсовой революции брюки Клёш, к длинным волосам, триумф рок-оперы Hair, Jesus Christ Superstar, и после этого огромное количество новых влияний, которые были связаны со стилем хиппи, это Бохо, и возвращение опять силуэта 30-х годов, 70-е, первое возвращение приталинного силуэта, возвращение платформ 40-х годов, длинных волос, и первые панки в 76-м году в Лондоне, так что хиппи просуществовали с 68-го приблизительно по 75-й, дальше они встречаются лицом к лицу с панками, более агрессивной частью. Про Ефтен Лорана мы не сказали. его создание новой женщины, смокинг, это очень большая тенденция в конце 60-х. И вот это вот сафари, как на верушке. Сафари, как на верушке, даже у меня в коллекции есть эта модель, она была так популярна, много раз была, благодаря своей шнуровке. Мне кажется, столько, сколько Эфтен Лоран привнес, я даже не знаю, кто столько привнес. Очень много, все, и Шанель много привнесла, и Кристиан Диор много привнес, и Поль Пуаре много привнес, и Пьер Карден безумно много привнес. Просто у каждого из нас есть свои преференции. И эти преференции к одному или другому стилю делают нас партизанами одного или другого дизайнера. И это неплохо. Я за. Если вы партизан Кассен Лоран, я его люблю и лично знал. Очень, да. И я его лично знал. Это шикарно. И дальше мы можем говорить о... Ну, 80-е, когда кислотные. Кислотные не сразу, сначала поклоны, плечи, сначала сила женщины Маргарет Тэтчер, принцесса Диана, это очень важные вехи 80-х годов, и затем сериалы американские Даллас, Дайности, где образ женщины, победительницы, женщины, которая имеет большое место в обществе, и политическое, и финансовое. Богини бизнеса. Готье, главный enfant terrible, моды 80-х годов, и все это заканчивается очень печально падением Берлинской стены в 90-м году и началом гранжа. Подождите, о Версаче мы забыли. О Версаче как раз вот на рубеже этого он вышел. Это мафиозный стиль, путанеска, когда женщина должна показать абсолютно все своей яркости. Это была империя, мне кажется, финансово самая успешная. Самая успешная, но мы до сих пор не можем разгадать загадку, откуда деньги. Там были связи какие-то с мафией. Он же был и маркетолог гениальный, он же придумывал эти все золото, голые мужчины, женщины, звезды в первых рядах. Очень правильно, конечно, он очень правильно внушил людям, что мода и секс, они неразлучны. Это действительно было так. У него были приверженцы, это, конечно, Кавалли и затем Дольче Габбана, последователи этого стиля. Они все били на вульгарность, на яркий цвет и на сексуальность. Это не значит, что это не нравилось. Это очень нравится. У Дольче Габбана хотя бы это кружево было, а здесь прям золото, вот это золото. Мне кажется, у Дольче Габбана более интеллектуальный секс все-таки. Это тоже личное пристрастие. Я считаю, что это все ягоды одного поля. Если сравнить, например, с Армани или с Мариану Вортуги. Или с Капуччи, самый гениальный дизайнер в Италии. Ну, индустрию Дженни Версачи, конечно, прокачал. Появились супермодели, он же их сделал такими знаменитыми. Они соперничать со звездами Голливуда. У вас, кстати, кто была любимая супермодель из 90-х и с вот этой Плеяды? Ну, мне нравилась Линда Евангелисты. Она была очень красивая. И она была такая, какая-то загадочная. И потом одно время я жил с одной канадской манекенщицей Хэдэ Саттелландой. Она была в одном агентстве с Линдой. И поэтому у меня были возможности с ней пересечься в 80-е годы. Ну, просто пересечься. Знаете, как мимо. Ну, Линда была... Это же ей принадлежит знаменитая фраза «Меньше, чем за 10 тысяч долларов я не встану». Потом она сказала, что она это не говорила. Это совсем не важно. Я думаю, что да, она, наверное, не вставала. 90-е, гранж, последствия эпидемии СПИДа, ВИЧ. Да, гранж. И главное, что... Депрессивное настроение. Главная причина... Нет, главная причина гранжа выброс на рынок огромное количество униформ стран восточного блока. Ну, и параллельно Кельвин Кляйн и минимализм. И потом Кельвин Кляйн и минимализм. До этого, я вам сказал, экономические чистые моды, обилие льна, белого цвета, самодельных вещей. Потому что мода была в большом кризисе в 90-е годы. Никого не было денег. Я вам расскажу, почему. Потому что я просто это все переживал из Европы. Огромное количество денег были брошены на восстановление экономик стран восточного блока. Деньги требовались в Румынию, в Югославию. В Югославии все кончилось войной. В Прибалтику. Деньги требовались в Польшу, в Чехию. И некоторые не своровали и вложили это в экономику. И так родилась цветущая Чехия, цветущая Польша до пандемии. Это была третья, если не вторая, экономика Европы. Потом Прибалтика, которая требовала, ну, всех надо было прокормить, организовать. Такие последствия развала Советского Союза во все время. Это были последствия развала Советского Союза, которые были очень значительны. Все эти страны требовали финансовой помощи. Европа очень сильно обеднела за это время. Потом объединение Европы, которое сейчас кончится развалом. Я вот вам говорю будущее. Сейчас уже мои посылки из Германии и Италии в Париж в мой фонд облагаются таможенной пошлиной. Я сказал, как? Такие экономические условия. Я подумал, Евросоюз на грани развала. Ведь Евросоюз был чем хорош? Что не было границ, были одинаковые условия, пошлины, но сегодня уже все. Увы. И после 90-х наступает моя в кавычках любимая эпоха гламурных ролевых? Нет, порношик. Лабутены, вот эти джинсы за нижней талией, вот эти стринги красные торчащие. Пэрис Хилтон главная ролевая модель. Да, и розовые, голый живот обязательно. Сваровский стразы везде. Сваровский везде. И главный персонаж, той интерьер, той интерьер на руках. А, точно. Да, да, точно. Той интерьер, как вы можете быть гламурный, у вас должен быть розовый телефон в стразиках и той интерьерчик. Не кажется ли вам, что вот десятые годы уже вот в 21 веке... Они уже были, они уже покачнули эту голову. Все, у ни одной новой не было идей. Дальше абсолютно вот эта вся ретроспективная история... Согласен с вами. Но оценить десятые годы мы сможем только в тридцатые. Я вам объясняю, почему. Мы слишком близки, они только закончились. У нас еще нету исторической призмы и перспективы. Ни один стиль не получал названия в ту эпоху, когда он существовал. Потому что это была эпоха такая гипсокартонная. Даже креативным директором бренда становится хороший стилист, который берет и миксует... Прекрасно. и адаптирует эпохи. Но ничего не сочиняет. Как эпоха десятых годов называется? Вот никак. Вот. Но вот это название в тридцатые годы будет придумано. И вот кто-то из критиков моды метко окрестит, и это название очень хорошо прилипнет. Поскольку, как мы уже выяснили, мода сама по себе не появляется, она идет в связке с социально-культурными зеркало-историями. Поэтому вы и историк моды, и отсюда же вы футуролог, потому что анализируя то, что было, и социо-культурные явления, которые сейчас происходят, которые случатся, вы прогнозируете как оракул, что нас ждет. Во многих интервью вы уже говорили, что нас ждет сейчас, будет усиливаться вся эта история хоум-эр, домашняя одежда. Да, это я уже говорил раньше. И это уже дело явное. Много лет назад я говорил, что мусульманская мода победит. И она победила везде. Она уже победила, потому что все бежевые цвета, все блеклые цвета, это цвета мусульманского Востока. Триумф зеленого цвета. Не только потому, что я сижу в нем, но вся мода на зеленое, потому что вы тоже зеленые, это любимые цвета мусульман. Вы никогда об этом не думали? Нет, я не знала, что я думала красные наобороты. Нет, это цвет ислама. И он победил. Если мы отправились так, с нами бы обращались как с настоящими Аллах, 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 Мухаммаддин, Расулулла. Все эти молитвы надо знать уже наизусть, потому что они пришли близко, и Европа, ну, в большей части, уже под властью мусульман. Франция, Великобритания, Германия, Бельгия, бедненькая, пропавшая. Это да. Так а в моде что? Нужно хиджаб, маска? Это и есть один из признаков новой мусульманской моды, которая закрывает вам лицо. То есть женщина говорит только глазами, только бровями. И достигнуто то, что надо. Просто Россия оказалась самой непокорной страной в мире, которая сказала, а нам все равно, а нам наплевать, к черту эту масочку, мы хотим праздника. Водочки, пожалуйста, налейте, и мы сейчас будем танцевать. И это так. Но нам-то с вами, как мы это выяснили, это нравится? А им нет, поэтому они нас не будут пускать до 25-го года. Но до 25-го года они полностью разорятся и будут в очень плохом состоянии, и я не уверен, что нам захочется. Ведь мы едем в Европу из-за чего? Из-за качества жизни. Согласны? Из-за качества жизни. Из-за сервиса. Согласны? Из-за уровня шопинга. Согласны? Плюс архитектура, культура. А если культура в руках другого народа, например, мусульман, а если шопинг погиб, потому что магазины закрыты, а если сервис упал, потому что недостаток туристов и отток работников, то, может быть, нам не захочется, и при том, что, безусловно, прогноз мой заключается в том, что евро будет стоить сто и очень скоро, он не будет падать, не будет подниматься, и нам это будет даже очень дорого, только небольшой процент россиян, сильно богатых, скажут, да что мне стоит, я поеду сейчас миллиончик разменяю евриков и буду кутить. Будут ли его там любить? Не будут его там любить в Европе, но он будет желанным гостем, потому что он будет все покупать, что он может скупить. Но вы видите, как много людей, которые купили дома в Марбей, в Валенсии, на Лазурке, которые имели прекрасные дома, на Сардинии, в Лондоне, они не могут даже туда ездить. И очень многие из моих клиентов, я имею в виду моих учениц, они говорят, ну дом-то стоит, мне, конечно, пишут, что там все хорошо, но я-то не знаю, я уже год не ездила. А вы знаете, что в Европе, если беженцы заселятся в ваш дом, потому что он пустой, их не выселишь. А вы думаете, что они, как говорят в России, не прочухают, что есть дома богатых русских, которые стоят пустые? Нет? Прочухают, наверное. Браво. И, конечно, это будет урон. Дальше, то, что у них секс победит, я не сомневаюсь. То, что очень много мужчин через 10 лет возьмут очень много женских привычек, например, маникюр, то, что сейчас нас удивляет. Наш Моргенштерн любимый уже. Ну, не только он. То, что нас сейчас удивляет, это будет почти повсеместно. Новое поколение. Конечно, старое поколение это не будет делать. Но новые, вот те, которым сейчас 15, а им будет 25, они будут такими. И, конечно, будет куча людей, которым будет нравится ходить и на каблуках, они скажут, что это круто, и на шпильках, и в юбках. Я не буду. Можно я скажу сразу? Я не буду. Мне не нравится. И потом мне не такие красивые ноги, чтобы их показывать. И мне уже совершенно не нужно. Мне очень удобно в моих ботиночках. Гибель, конечно, косметики. Из-за масок. Из-за масок. И гибель парикмайерского искусства. Из-за того, что маска мешает гибель продажи драгоценностей, потому что из ушей вываливается все из-за этой проклятой резинки. Ну, победа брошей, потому что их можно прикалывать, и они будут очень... Победа кулонов, оберегов. Победа всех видов перчаток, которые будут диком одни все десятилетия. Не обязательно в резине, а в коже, в цвете. Это будет так. И, конечно, желание отпугнуть всех тех, кто выпрашивает деньги. У меня каждый день пять писем оплатите мне то, оплатите мне то. Я в ужасе от дебилизма, прости, господи, людей, которые даже не умеют попрошайничать. Почему они вам вообще это пишут? Или они всем известны? Считают, что я безумный шляпник-миллионер, что я не знаю, куда девать деньги, и что вот именно у меня надо свистнуть. Вам не пишут? Мне только помогите детям на какие-то болезни. Я еще такой, не тертый калач называется. А я тертый калач, меня критикуют, почему я не хочу дать три миллиона евро, три миллиона, но уколы девочки. Не могу, потому что меня нет. И она мне не родственница. Говорит, соберите для нас. Тоже не буду. У меня есть другой ребенок, музей моды. Мне говорят, Васильеву, шмотки гораздо важнее, чем жизнь бедного ребенка. А я не знаю, вообще есть ли этот ребенок. А мой музей мне важен, потому что он останется, а ребенка неизвестна. И мне все говорят, почему он про это говорит? Как ему не стыдно? Он негуманен. А я гуманен. Потому что у каждого свои интересы в жизни. Можно же это допустить? И потом я люблю ловить хайп. Я всегда в топе. Вот я это интервью посмотрят миллион людей. У вас есть очень интересная мысль по поводу того, что после того, как основатель бренда умирает, то и бренд должен умереть, и креативный директор туда приходить не должен, ничего возрождать не должен. Но по такой логике уже бы не было ни Шанель, ни Диор, ни Баленсиага, ни кого угодно. И я уверен, что я прав, потому что Баленсиага не существовало очень долго. Это же не бренд Баленсиага в основном, это имя купленное. Бренд погиб, если я не ошибаюсь, он закрыл в 69-м году. Потому что, когда пришли хиппи, он сказал, я больше не хочу. Мода умерла, и он был абсолютно прав. Высокая мода точно умерла тогда. И бренд выкупили, я сейчас могу запутаться в датах, но в середине 80-х годов. То есть как Эрфе. Помните историю с Эрфе? Он же тоже существовал 4 года. То есть я считаю, что если человек талантлив, пусть он открывает свое дело. И под своим честным именем, как эти люди, не на хвосте чужой славы. Так вы представляете, такой цикл надо проделать. А тут уже готовые, раскрученные бренды. Согласен, но вам не кажется, что это жульничество? Ну не совсем. Давайте объясним, что было, если кто-то не понимает. В модный дом с великой историей, типа Шанель Дио, который закрылся много лет и был закрыт через 30 лет, выкупив лишь название и находящийся даже не в тех же стенах, где находился дом, и ни одного сотрудника, который работал при предыдущем начальстве, открывают нечто новое и утверждают, что это продолжение старого. А я считаю, что это жульничество. Ну, креативный директор приходит, берет архивы бренда. Да ничего они не берут. Ну, они берут архивы, чтобы бренд разохранял. Если бы они брали, мне бы тогда Куреш не писал, дайте, пожалуйста, ваше платье Куреш, продали давно, чтобы мы скопировали выкройки и продлили традицию. А почему же у них нету их, что ли? Ну, для Диора все равно лучше, чем Джон Гальяна, никого не было. Вот о том и речь. Уже же Диора не было, но Джон Гальяна... Согласен, но он бы и сам бы сделал прекрасно, как Джон Гальяна. Представляете, сколько на это времени бы ушло. А тут он приходит в Диор, к нему приковано все внимание. То, что он там сотворил, нагло уволили. Ужасная история с антисемитским скандалом, да. Но то, что делал Гальяна, это было настолько гениально, что, мне кажется, сам Кристиан Диор был бы очень доволен. Мне кажется, он даже сам такого не создавал, то, что творил Гальяна. Да, он был скромнее. У Гальяна даже выход на поклон был какой, как шоу настоящее. Да, он то космонавтам, то индейцам выходил, то конкистадорам. Или помните начало 90-х? В 90-м году абсолютный финансовый крах Гуччи приходит Том Форд. И что это происходит? На 84% за год обороты. Ну, это был безумный коммерческий успех. Это было просто, ну, тоже была сенсация своего рода. Спасатели бывают. И тоже уволили. Да. И потом, кстати, все вот это вот, ну, можно сказать, если так можно назвать, наследие Тома Форда и Джанини, вот сейчас Микель, он просто вот так вот чик-чик перечеркнул и делает совершенно другую историю. То есть это другой Гуччи, это другая традиция совершенно. Но суть в том, что не будь Гальяна, не будь Тома Форда, этот бренд уже бы так не звучал. И будь Лагерфельда в Шанель. Да, и Лагерфельда в Шанель. Почему мы знаем Шанель, но плохо знаем бренд Эльза Скайпорелли, две самые главные были конкурентки. Ну, сейчас они открыли. Сейчас они, ну, вы видели вчера? Да, мне понравилось. В этой связи, то есть получается, что будет огромное количество брендов, но уже не будет, если убирать креативных директоров и вот эту традицию, не будет великих брендов, за которые лучше... Ну, вы знаете ли, что ни у кого почти не... Ну, естественно, что у них не было детей, потому что все создатели моды геи, это просто база данных мира моды. Детей у них нет, наследников нет. Ну, почти никто не мог подготовить наследника, преемника. Ну, кстати, да, кроме Версачи семья продолжает дело, остальные в другая... Ну, не потому что он готовил. Не готовил, да. Он так не думал. Он вообще, по-моему, умирать-то тогда еще и не собирался, насколько я понимаю. Не собирался. Но у нас та же драма, у нас, смотрите, два дома, тоже на ладан дышат, Вячеслав Михайлович Зайцев. Какие преемники, там суды уже хотят, дом, как вы понимаете, отнять, землю. Еще другой не назову. Очень известный бренд. Тоже болезни серьезные. Я стал умным, меня теперь не называю. Кстати, к вопросу... Не так, пора лучше. К вопросу о том, почему в основном дизайнеры геи, великие дизайнеры... Ну, я думаю, скорее всего, потому что мужчины гетеросексуальные видят женщину не так... Ну, естественно, мода была придумана геями. Мода — ненужная вещь. Сама идея моды — это выдумка определенного эстетического взгляда. А этот эстетический взгляд бывает только у группы мужчин. Или у женщин, но они тоже так же настроены. Только мужчины замечаем, а у женщин не замечаем, да? Кстати, очень многие стилисты говорят о том, что как только они берут звезду, переодевают ее, и она становится модной, то в этот момент она начинает говорить, о, я перестала быть сексуальной. Обычно примирить моду и сексуальность, кроме, там, Диора в 50-е и... Или Версачи в 80-е. Да. Ну, Версачи такая мода была. Но у Тома Форда очень, мне кажется, неплохо получалось. Это было прям и шикарно, и сексуально. Но вообще мало у кого это... Особенно для мужчин. Ну, вообще, обычно это очень тяжело, это, как говорят, не мэтчится. То есть, либо ты... Легко быть иконой стиля, когда ты там Леди Ди или Одри Хэбберн, а вот когда ты Мерлин Монро, уже иконой стиля тяжелее быть, потому что это такой секс прям нарочитый. Или Мэй Уэст. Или Мэй Уэст, да. Которая была... Гораздо интереснее. Гораздо мне интереснее, чем Мерлин. Хотя Мерлин я нахожу очень талантливой артисткой, комедийной, очень талантливой. Ее никто, как актрису, обычно не воспринимает. Не воспринимает. Она очень красивая сексуальная женщина. Но она талантливая, драматическая актриса. Если говорить об иконах стиля... Конечно, не такая талантливая, как Бет Дэвис и Кэтрин Хэбберн. Или Грета Гарба. Или Грета Гарба, да. Если говорить об иконах стиля, о которых мы уже обозначили, то есть икона стиля женщина, которая в свое время, в своем поколении определяла, ну, то есть была таким флагманом, на которой женщины равнялись, ролевая модель. То есть помимо Греты Гарба, Жаклин Кеннеди, которых мы уже назвали, вот Леди Диана, кого бы вы еще выделили? Вот кто вам, кажется, прям безупречно одетая женщина, на которой можно было бы равняться? Ремената Литвинова? Ну, у нас она одна такая. Она одна, но на такую огромную страну. Это хороший знак и плохой. Да. Это хороший знак, что есть, и плохой знак, что только одна. Икона стиля, а не икона моды. Это разные вещи. Икона моды, Яна Рудковская, икона моды, потому что она очень следит. А вот, кстати, вот почему так получается? Вроде бы и кутюр, особенно Диор, там кутюрные, все это так роскошно, но очень ругают ее за избыточность, за... Ой, я можно, не буду произносить. Вы долгое время вели колонку в еженедельнике, где... Каждую неделю веду в семи дня. Где вы разбираете луки звезд. Да, семи дней, очень популярны. И часто и хвалю. Я очень справедливо рассказываю. На мой взгляд, понимаете, это же все очень индивидуально. Я считаю так. И я считаю, что я оракул в России. И я считаю, что я гуру моды. Другие считают иначе, но они должны представить their credentials. А что у них есть за кредиты? Где они учились? Какие книги они написали? Где они преподавали? Где их заметили? И как их наградили? Очень жестоко в этом смысле. Говорить можно все. Доказательства, пожалуйста, их правоты. То есть, мне так кажется, ну, кажется, перекреститься. Сейчас огромное количество молодняка, и особенно актрис и сериальных, и не сериальных, которые одеваются очень прилично. Я просто слежу каждую неделю за каждой красной дорожкой. И их образы стали много лучше, чем то безобразие, которое было в 2000-х, 2010-х. Но они наняли кто-то умный и нанял себе стилист. Правильно. Там Ходченкова с Катей Мухиной работают. Правильно. И мало того, у многих стали лучше фигуры, лучше прически, они лучше обувь, лучше аксессуары. Это реально большое изменение. И если раньше я был таким ярым критиканом и считал, что они одеты очень плохо, я считаю, что сегодня они одеты часто лучше, чем их соперники. Ну, конечно, их соперники гораздо более знамениты. Они гораздо более знамениты, потому что у них мировая слава. У наших артистов практически ни у кого нет мировой славы. Даже маленькая известность у тех, кто снялись в небольших ролях в Голливуде не является мировой славой. Согласны? Да, конечно. У нас просто наши артисты не имеют хождения мирового. Хотя есть красивые, да, талантливые, да, хорошо одетые, да, хорошо играющие, фотогеничные, да, но это язык. Русский язык же никто не понимает. Если говорить о тех девушках, кого мы в глянце включали всегда в списки самых хорошо одетых женщин, это как правило были Светлана Бондарчук, Ксения Собчак, Паулина Андреева. Софья Эрнст, которую сейчас все очень многие обсуждают. Ну, она очень модная, может быть, она, конечно, по поводу того, какая она актриса, там, это один вопрос, но выглядит она очень хорошо. Кетти Тапурия, есть куча разных певиц и артисток, которые очень, как зовут эту артистку, бывшую стюардессу, певицу с иностранным именем? Зиверт. Потрясающе. Прекрасно, я согласна. Зиверт, вот вам пример. Мирослава Дума, вот она была очень популярной. Она очень популярна, я не хочу, чтобы она ее убивала, ростом мелковато. Рост имеет значение, если речь о моде? Да, конечно. То есть, низкого роста девушкам труднее быть иконами стиля все-таки. Если говорить о модных западных девушках, я бы хотела несколько фотографий показать, которых весь мир обсуждает. Карди Би знаете такую? Ну, покажите мне. Покажу сейчас. Я могу их и не знать. Очень я... Я не очень слежу. Очень сейчас популярна. Ну, прекрасно. Цвет хороший. А почему ее не? Конечно, ее будут всегда изучать. Она же все-таки африканской расы. Да. Ну, естественно, что ее будут хвалить. Ким Гардашкин, например. А я Ким очень люблю. У нее же не настоящая попа. Вы знали это? Да. Не настоящая попа. И я считаю, что прекрасно, что у нас есть артистки с настоящей попой еще побольше. О, Ким фальшивая. Прекрасно, что она из пятой точки сделала столько денег. Я преклоняюсь. А вы ее феномен понимаете? Почему так она стала из-за такой трэша, порно-порно, какой-то там реалити-шоу девушки превратилась в номер один звезду в Америке? Она представляет национальное меньшинство. Ее поддерживают армяне. Я думаю, поэтому. А армяне очень сплоченная нация, как и евреи. А вам не кажется, это связано с нарушением пропорции, что женщина надоела вот это вот стремиться в 90-60-2012? Может быть. Может быть, это с Айс Плюс связано как-то. И вот еще одна девушка. Сейчас ее называют самой модной девушкой Америки. Хейли Бибера. Она, кстати, очень любит Балинсиага. Ну и прекрасно. Полный оверсайз. Да, причем у нее фантастическая фигура. Ну, Америка же большая страна, там тоже должны быть стильные люди. Кто самая модная сейчас в Голливуде? Зиндая. Пока она этого лоу-роуча, стилиста, не встретила, до 2011 года она одевалась чудовищно. И вот, бах, вот этот стилист полностью меняет ее образ. Ну, слава богу, что она нашла хорошего, святого человека. Прямо великолепно выглядеть. Погодите. Но самое интересное и наш феномен заключается в том, что мы с вами сидим и обсуждаем американских звезд. Вы когда-нибудь слышали о национальной программе в Америке на английском языке, чтобы они изучали и обсуждали хотя бы три русские звезды? Нет, ну, у них ситуация другая. Их звезд знает весь мир, а мы не знаем ни бразильских звезд. А почему так случилось? Мы не знаем ни китайских звезд. Почему так случилось, что мы не могли продуцироваться на весь мир? Это же... Ни у одной другой страны в мире так не получилось, кроме США. Почему британских звезд изучают? Мы все равно их так хорошо не знаем. Французских звезд изучают? Итальянских звезд изучают? Ну, вот сегодня какая итальянская актриса популярна? Моника Белунча. Ой, она уже, вот как вы скажете, с той войны и дореволюционной. Правильно, но ее все равно изучают. Я уверен, что у них есть еще несколько. А американских, мы знаем, каждый день они появляются. Ну, потому что они делают большую пропаганду своему искусству и вкладывают в это деньги. А мы пускаем на самотек. Мы считаем, что наши женщины и так красивые. И нечего их пропагандировать. Из Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Вы... А, конечно, Кейт. Я с вами согласна. А если говорить о главной иконе стиля нашего времени вот сегодня. В 2009 году вы мне в интервью назвали Карлу Бруней. Вы сказали, что она самая... Да, она тогда была очень большая. Она была первой леди. Да, первой леди была. Мне надо подумать, кто же у нас сегодня самая главная. Кейт Миддлтон нет. Но она одна из самых популярных. Да. Я думаю, что пандемия подкосила очень сильно рейтинг всех звезд. И я думаю, что вот пройдет это время и через годик мы можем подвести итог. Но сейчас очень трудно. Какая она любопытная у вас, а? Про Меланию Трамп. Не кажется ли вам, что сложное отношение к ее мужу помешало ей стать иконой стиля во всем мире? Тем не менее, она была дико популярна. И за ней очень следили. Она никогда не была большой-большой манекенщицей, знаменитой, супермоделью, как Бруни. Бруни была все-таки суперстар. Но Трамп была очень хороша, мне нравилась. Сейчас будет это безумно популярно. Как зовут женщину, которая вице... Камала Харрис? Да, и ее племянница, красавица. Как ее зовут? Мина Харрис. Вот ее очень сейчас пиарят и находят ее дико стильной. Я про глянец собственно хочу. Как вам кажется? Мне было интересно в Воге, но интереснее было в Харперс. Я же в Харперс вел колонку до этого. А по чем было в Базаре интереснее? Которые назывались, по-моему, шпильки. Шпильки, да. Я работал в старинной розовой и писал знаменитые шпильки под псевдонимом Халинка Дорсовна. Они пользовались бешеным успехом. Это были гемористические колонки про моду. Это было прекрасно. Воги мне все время навязывали сюжеты. Было тяжело. И сюжеты часто меня не интересовали. Может быть, они Вог не интересовали. Расскажите про кублуги, напишите про собачек. Там были какие-то такие темы. То есть они меня не использовали как знатока конденаст, как знатока Вога, как знатока истории, как аналитика моды. А как, знаете, какого-то средней руки журналиста, который сейчас им сенсационно расскажет о тенденциях сегодняшнего дня. Это делала Алена, хотя она моя приятельница. Но, я думаю, как-то необдуманно она это делала. Как вам кажется, почему Глянец утратил свои позиции? Потому что пришел интернет. Все-таки соцсети конечно. Новости после показа в тот же день у вас в телефоне. Согласны? А в журнале через месяц-два. Это уже неинтересно. У них как бы, знаете, как бы неразогретые рагу. Они нам про моду рассказывают с диким опозданием. Но, тем не менее, вот Глянец делает обложку, и все равно пока еще в соцсетях все друг другу пересылают ее диджитальную версию. Еще и пока что это обсуждают. Раньше обложка Глянца это значило очень много. Какие были влиятельные Долецкая, Хромченко, даже еще в середине нулевых. Их решение могло вершить судьбы. Хромченко дала сколько имен. Она подарила очень много. Газинская, да, и так далее. Очень многое вышло. Очень много. И надо сказать, что она очень любила русских дизайнеров. И сейчас любит. И в своих соцсетях она очень их промоутирует. Это большой плюс. Спасибо, Евелина. Кстати, дружите, да? Я считаю, что мы дружим. Я считаю, что у Евелины естественно свой характер, но и у меня свой характер, у нас у всех свой характер. Я думаю, что пандемия не позволила ей очень много выходить, потому что она не хотела выходить. И хочешь все время в маске до сих пор. Это плохо. Потому что она не читала лекции, не хотела справлять свой юбилей недавно прошедший. Но это ее выбор. Ведь это ее здоровье в конце концов. Мы рискуем, а она не хочет рисковать. Я ее понимаю. Вообще, критиковать других людей это бессмысленное дело. Мы же не в их кожи. Мы не можем знать, что движет ими. Я бросила эту идею критиковать. Потому что я настолько стал эгоистичным, что меня только интересует я, я, я. Потому что я понимаю, больше это никого не интересует. Нет, почему нас интересует? Вас это интересует опосредственно, но вы не будете платить мои счета за аукцион в Нью-Йорке или на Сотбис, где я купил костюмы Бакста. Это мне приходится. Поэтому я очень озабочен этими конференциями, этими гастролями, этими выставками. Это же тоже еще и постоянная работа. Все-таки я не уволил ни одного сотрудника во время пандемии. У меня 22 человека на зарплате. И для кого-то это скажет, ха, ерунда, у меня 5 тысяч. Но у них большой концерн. А у кого-то и троих-то нет, понимаете? На зарплате 22 человека. Я не знаю, как я это тяну, но тяну. Кто сегодня, на ваш взгляд, влиятельный человек в мире моды, вот как раньше были главреды глянца? Кто сегодня придет? Блогеры. Вы следите за какими-нибудь блогерами? Никогда. Но они все время приходят к нам на программу. Говорят, у меня 5 миллионов подписчиков. 12 миллионов подписчиков. Бузова не дам приходила. Очаровательная, кстати, была. 23 миллиона, да я очень рад. Кстати, помимо Моргенштерна, она же еще сейчас у нас... Да, она очень популярна. Но ее популярность вы понимаете, почему? Я думаю, потому что она разведенка. Что это близко многим женщинам? Да, абсолютно, что она смогла добиться своего статуса без мужа. Это как бы женская поддержка брошенки. Ну, она так эксплуатировала этот образ. Молодец! Мне мало половины, я даже слышал эту песню. да, да. Но я, тем не менее, верю в то, что во время вот этих лет Россия станет центром притяжения огромного количества иностранцев, которые еще, как говорят, не вкурили и не раскусили, насколько чудесна у нас жизнь и как у нас открыты рестораны, кафе, театры и воздушные залы. Я уверен, что очень много людей из Европы и из Америки приедут к нам неожиданно. Это будет Ренессанс. То есть Россия входит в моду? Я думаю, не Россия, а отношение к заболеванию в России. Понимаете? Да. А опосредованно Россия, потому что она очень хлебосольная страна. У нас примут всех, обогреют всех, накормят всех и положат спать. Не думали об этом? Ну, я знаю, это, конечно, я в регионе родилась, я знаю, как там бывает. А где вы жили? В Воронеже. А вы знаете, что я очень много преподаю в Воронеже. Правда? Очень часто езжу. И последнее время читал лекции в большом, очень прекрасном кинотеатре «Победа». Во времена моего детства квартиры люди не запирали на ночь, соседи могли вот так постучал и сразу заходил. Там такая история была. Люди очень... Я очень часто там читал лекции и собирал очень большие залы в Воронеже. Но я горжусь тем, что я такой популярный в регионах и в любой регион поеду. Скоро поеду, я вам сказал, в Киров, в Вятку, потом в Сочи. Я езжу, не сижу на месте. Вы молодец, у вас энергии хоть отбавляет. Ну, во-первых, я молод, это первое. Во-вторых, я алчен, это второе. В-третьих, я знаю, что популярность надо ловить за хвост. Она не всю жизнь будет такой. И мне звонят с предложениями каждый день. И я отсылаю их к моему вот распорядителю, Николаю. Он смотрит, если мы договоримся о финансовой стране, делаем. Очень лёгко нападут. Ваши услуги дорого стоят? Ну, я не могу сказать, по сравнению с другими звёздами, нет. Нет. Ну, что вы, по сравнению с концертом Филиппа Киркорова, да о чём вы говорите, конечно, недорого. Чтобы быть вот таким энергичным мужчиной, какой у вас... Я вот выпил у вас, видите, что чай, а до этого апельсиновый сок. Алкоголь я не пью, не курю, не вкалываю себе ботокс, сплю в гелироновой маске каждый день. Это да. Ванну принимаю, делаю массаж пяток, если вам интересно. И я считаю, что это даёт очень много энергии. То есть здоровый образ жизни всё-таки? Ой, я не очень верен правильно диете. Любите поесть гитонист? Я ем мясо, это неправильно, я бы хотел отказаться, мне очень трудно. Сейчас, наоборот, считается, что все белки не вредны, углеводы сейчас дискредитированы диетологами. Я ем мясо, я ем овощи, я очень стараюсь есть свежую рыбу, но особенно на Балтийском море её там много, и она свежая, а я не мороженое. Я очень это люблю. Я ем молочку, несмотря ни на что. Мне нравится. Йогурт, кефирчик. А спорта нет в вашей жизни? Спорта не было никогда в моей жизни, и я знаю несколько случаев людей, которые после беговой дорожки в 42 года умирали в спортивном зале. Я не хочу такого. Я хочу жить до 100 лет, надеюсь, что я проживу. Я хочу ещё написать очень много книг, создать музей моды, обучить ещё массы людей, сделать много хорошего. Я в жизни не сделал ничего плохого. Я уверен в этом. А хорошего очень много. Вы как человек, который, анализируя социальные тренды, делая свои вердикты, так скажем, выносит свои вердикты по многим вопросам. Вот сейчас такая горячая тема, очень обсуждаемое интервью, которое дали Меган Маркл и принц Гарри Опри Уинфри. Интервью, которое наделало много шума. Британцы восприняли его так, что на удар по монархии. Я так не думаю. Я думаю, что никакого удара по монархии не будет, потому что британская монархия одна из самых влиятельных в мире, несмотря на то, что она как бы low profile, потому что там финансовый центр мира, Лондон — это финансовый центр мира. То есть для них монархия важна, хоть это и как бы почти номинальная история. А, безусловно, безусловно. И несмотря на то, что я видел их демонстрации, где они говорили, что свергнем, свергнем, ну, Англия жила туризмом. Если у них не будет монархии, у них никто не приедет. Ну, сейчас в королеве пришлось, когда такое было, оправдываться, выпускать заявление, нет, мы не расисты. Это, ну, репутационная все-таки как-то подействовала. Американцы вот там все поддерживают, скандируют, поддерживают Мэган Маркла. Мне кажется, что она поступила не совсем умно. Скажу вам почему. Она знала, за кого она выходит замуж. И она должна была знать, что такое дресс-код, что такое социальная обязанность члена королевской семьи. Ее приняли. И она должна была, мне кажется, подстраиваться. Но ведь она актриса не самых первых ролей. Далеко. И ей выпал лотерейный билетик. Сыграть более значимую роль в ее жизни. Но она не хотела играть, потому что ей показалось, что это сидеть на штрафной скамье подсудимых вне тайма. Тем более, что это второй сын, соответственно. Второй сын, чье происхождение тоже под вопрос. Не могу с ответственностью сказать, потому что сейчас меня упрекнут во всех грехах, но не вполне возможно, что он не вполне сын своего отца. Сейчас-то есть тесты ДНК. Мне кажется, королевская семья позже давно провела такой тест. они не хотят это провести, потому что это еще один лишний стандарт. Репутационный удар будет. И я думаю, что они это знали всегда. И она, может быть, не вполне для них социально близка. Назовем это так. Социально близка. Не обсуждая никаких других аспектов ее жизни. И я думаю, что она совершенно им не понравилась. но несчастлива за Гарри. Харри в хороших руках. Красивой женщиной. Амбициозной женщиной. Но ее ждет судьба Уоллес Симпсон, которая увела британского монарха и сделала его герцогом Виндзорским. Минус бриллианты и минус элегантность. Уоллес хотя бы была элегантной женщиной со стилем. А Мэган нет? Не успела. Она не успела быть замеченной в этом. Но до того, как она вышла за него замуж, у нее действительно был чудовищный стиль. Ну, так как она не была модной девушкой. Но сейчас ей как-то его поправили. Она сейчас копирует принцессу Диану. Дай бог ей счастья. Ну, как вам кажется, эта история, которая сейчас такой резонанс, она никак не повлияет на нашу жизнь, на моду. Вы знаете, я не хочу быть злым вороном. Мой прогноз, это кончится разводом, она уедет в Голливуд, а он вернется в Англию и станет послом Великобритании в одной из отдаленных стран. А прав я или нет, мы узнаем через 10 лет. Зная то, как вы в 2009 году матриархат предсказали, я боюсь, что это будет правда, к несчастью для Мэган. Спасибо. Спасибо вам большое. С вами можно говорить 4 часа 5 и не наговориться. Брат его примет, его мне отпустили. Но так как они знают, что он сын другого мужчину, его отпустили. До новых встреч. Всего доброго. До свидания. Привет. Молодец.